Йоу ребята, всем привет, меня зовут Даша и вы на канале Дама Нейлс. И сегодня я буду себе выполнять маникюр, а именно выкладной френч. Так как я его сама буду делать первый раз за два года практики, это ни в коем случае не обучающее видео. И надеюсь вам оно понравится, поэтому поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской. Итак, в таком состоянии находятся мои ноготочки. На прошлой коррекции я делала выравнивание новой цветной молочной базы с поталью. И так как я не укрепила свою ногтевую пластину, потому что она у меня очень тонкая, из-за того, что база была мягкой, у меня пошли трещины в стрессовой зоне. Но зато база относилась очень хорошо, без ословек, несмотря на этот казус небольшой, из-за моей ошибки. Для выкладного френча я заказала на Валбересе несколько товаров, некоторым я уже пользовалась и расскажу вам мои оценки. Первый это прозрачный гель для подложки от Рунейл, в подарок мне положили такой классный декор. Сам гель по консистенции немного густоват, но он не пузырится и не печет в лампе. Моя оценка 10 из 10. Следующий я заказала клей-гель для гелевых типс. Он очень удобный в работе, но ужасно сильно забивает фрезу. Также к нему положили тоже декор. Далее я заказала два полигеля, один молочного, второй бежево-розового цвета. Полигели тоже очень классные, плотные и не тянутся за кистью. Мне, в принципе, понравилось ими работать. В Нойске я не пробовала второй полигель, но так как они от одной фирмы, думаю, будут носиться одинаково классно. 10 из 10. Следующий я заказала штамп для стемпинга, но мне нужен был не сам штампик, а только скребок. Но решила заказать еще вместе с ним штамп. Штамп я не пробовала, но скребок мне понравился. Когда я делала маникюр девочке, увидела, что у меня очень мало осталось белого и черного лака для стемпинга, поэтому заказала их. Очень крутые, плотные лаки, мне понравились. 10 из 10. Также у меня закончилась белая и черная паутинка, их я не пробовала в работе, поэтому ничего сказать еще не могу. Заказала блестяшки, что-то наподобие хлопья юки, но у меня одна ячейка была открыта, поэтому немного рассыпалась в упаковку. Но ничего страшного, высыпалось немного, но в них есть один большой минус, что они очень крупные по размеру, поэтому 8 из 10. Также я решила свою палитру сделать еще более красивее и заказала для нее обычные черные наклейки. Итак, девчонки, что я могу сказать вам о новой моей цветной базе. Она спиливается крупной стружкой, поэтому я рекомендую одевать защитные экраны, либо же очки. А также она очень сильно нагревается, особенно когда спиливаешь ее керамической фрезой. Поэтому дальше я поменяла фрезу на твердосплавную, потому что это было невыносимо горячо. У меня фреза кукурузка с синей насечкой. И мне очень удобно снимать в покрытии, и мне очень они нравятся. Люблю их всем сердцем. От второй фрезы я думала, ничего не поменяется, но нет. С Женей я стала не такое сильное, но все же оно присутствовало, поэтому я снимала на низких оборотах. Примерно 20 тысяч. Я, кстати, решила вам рассказать про клиентку, девочка, которая у меня была. Это очень неловкая ситуация получилась. И такая достаточно неприятная ситуация. Ко мне пришла девочка лет 20 на маникюр, попросила длинный квадрат. Ногтевая пластина у нее росла трапеция, поэтому я ей предложила заучить немного форму. Так как все знают о трапеции, у нас получаются лопаты. На процедуре она мне рассказывала, что не платила другим мастерам, обещала скинуть на карты, но не скидывала. Я сидела, честно, в полном шоке, думала, для чего мне это рассказывать, чтобы ты мне тоже не скинула? Ну, блин, серьезно. В итоге я ей сделала ногти, ей все понравилось, сказала, что все классно, все круто. Через три дня она мне написала, что ей все нравится, все хорошо держится, и попросила мой ватсап, чтобы общаться в дальнейшем. К счастью, я ей отказала, потому что считаю, что личная жизнь и работа не должны пересекаться, только есть некоторые исключения. Прошел месяц, и буквально четыре дня назад она мне пишет, что мне ничего не нравится, у меня все сползло, у меня форма стала неровной, все смеются сейчас. Я ей отвечаю, говорю, что я вам предлагала заузить форму, и, конечно, у вас они сейчас отросли и стали похожи больше на лопаты, потому что у вас трапеция ногти. В итоге больше ничего она мне написала, но это получилась не очень удобная ситуация, как и с моей стороны, так и со стороны клиентки. Так как я встречаюсь с этим первый раз, и для чего вообще другому мастеру рассказывать, что ты не платила за ногти, хотя тебе все нравилось, тебя все устраивало, поэтому эту девочку я больше к себе на ногти записывать не буду, и не думаю, что она вообще ко мне уже запишется. А на данном этапе я выполняю себе маникюр фрезой пламя с красной насечкой, и также обрезаю кутикулу, но, честно, это была ошибка. Так как выкладной френч я буду делать первый раз, и пилить нам придется многое, и я очень боялась задеть свою кутикулу, чтобы не поранить себе все ногти. Поэтому, девчонки, если вы будете делать первый раз выкладной френч, то, пожалуйста, делайте комби-маникюр, либо же аппаратный маникюр после того, как вы выложите ложе. Далее я все обезжириваю, и далее для чистого маникюра без заусенцев и блестящей кутикулы я буду выполнять шлифовку вокруг ногтя по маслу. У меня самое простое масло с кистью, я его использую именно для таких случаев, а особенно, если сухая кожа вокруг ногтя или же кутикула. Также я не жду, пока масло впитается в кожу, потому что у нас не получится в дальнейшем крутой результат. Фрезой шлифовчик я прохожусь по срезу кутикулы, также убираю всякие заусенечки. Делаю это я примерно на 15 тысяч оборотов, чтобы это было не горячо и срезало все идеально. Кстати, ребятки, у меня была не так давно очень неловкая ситуация, она повторила еще второй раз. У меня за полчаса до прихода девочки поломалась вытяжка, а второй запасной вытяжки у меня не было. Я побежала искать, где сделают эту вытяжку, но никто не хотел за нее браться, поэтому я пошла в магазин, купила новую вытяжку, пришла как раз вовремя, а я там всего лишь вытрусила мешок с пылью. У меня это повторило второй раз, но тогда приходила подружка, поэтому ничего страшного я не видела, кроме огромного количества пыли. Но слава богу, все обошлось, в итоге я сделала потом свою вытяжку, но я надеюсь, что больше такого не будет. Кстати, поломка была в напряжении кнопки, точнее напряжение, которое не доходило до кнопки. Итак, я нанесла бескислотный праймер, дальше втирающим слоем наношу раббер базу, у меня раббер база от Уна, она очень классно держится на ногтях. И я решила все-таки наращивать на нижнюю форму. Примеряю форму, подрезаю ее под гипонихий и приклеиваю эту форму на свой ноготь. Кстати, в дальнейшем я все же решила наращивать на верхнюю форму, потому что подумала, так будет меньше опила и это все же будет быстрее. Накелевые типсы я решила не наращивать, потому что при опиле они становятся более матовыми и видно на них все опиленные ребра от пилочки. Поэтому выкладной френч бы получился не настолько прозрачным кончиком, как бы мне хотелось. Выкладываю гель от Рунелл прозрачный и главное стараюсь это делать так, чтобы не было пузырьков. На этом моменте я поняла, что мне придется пилить еще больше, поэтому все же взяла верхнюю форму, как говорила об этом ранее. Выкладываю в них тот же самый гель, прижимаю к ногтю и кладу в лампу. Кстати, верхней формой гелевые типсы, по моему мнению, это очень классный способ наращивания, потому что они занимают по времени минимальное количество, нежели я бы наращивала это все на нижние формы. Наращиваю все ногти таким же способом и снимаю верхнюю форму. Начинаю опиливать под форму, которая мне надо будет, но понимаю, что опил, конечно же, будет это не конечный, поэтому делаю не идеальную форму. Опил у нас будет много, пыли у нас будет много, поэтому без вытяжки здесь никуда. Гель от Рунелл не печет в лампе и очень классно опиливается, мне он реально очень понравился в работе. Обезжириваю все, убираю пыль и беру новый молочный полигель, также жидкость для полигеля, либо же обезжириватель. И начинаю выкладывать предварительно удлиненное ногтевое ложе для выкладного френча. Обязательно делаю это со ступеньки, чтобы опилить красивую улыбку. Первые ногти, конечно, это было сделать немного сложновато, но потом я как-то уже к этому приловчилась. Далее я, конечно же, выравниваю все молочным гелем, у меня молочный гель от Силкар. Тоже работаю на этой фирме очень много, поэтому не жалуюсь, у меня практически все гели от Силкар. Можно достроить архитектуру тем же полигелем, но мне быстрее было бы гелем. Промазываю тонким слоем геля, затем выкладываю капельку и распределяю его по ногтю. Дно, девчонки, обязательно смотрим, чтобы архитектура была под дальнейший кончик. То есть апекс нашего ногтя я делаю ближе к концу ногтевого ложа, чтобы архитектура у нас была носибельной и также, конечно же, красивой и эстетичной. Конечно же, все это обязательно полимеризую и начинаю опиливать. Опиливаю я сначала пилочкой 100 на 180 грит. И примерно в этот момент я поняла, что зря обрезала кутикулу, так как если буду пилить сейчас сверху, то у меня вся кутикула уйдет в мясо. Поэтому делаю опил максимально осторожно. Так как я не успела забрать фрезу и иголочку, я заказывала ее с синей насечкой, но продавец мне сначала отменил, затем прислал другую, эту отменил, прислал еще одну. В общем, мороки было много, поэтому я беру фрезу пламя с синей насечкой и начинаю выпиливать бортики именно этой фрезой. Обязательно смотрим, чтобы бортики мы пилили не вниз по нашей подложке, а именно вглубь этой улыбочки. Потому что в противном случае мы останемся просто без подложки. Я пилила все ноготочки, вот такое творение у меня получилось. Убираю пыль и промазываю подложку из прозрачного геля базой. Выкладываю на нее блестки, которые я заказывала. Как я говорила, что они очень крупные, поэтому это в принципе было максимально тяжело. И это реальный минус. И я очень долго сомневалась, каким же мне цветом сделать эту выкладку геля. И все же я решила прокрасить бортики темно-фиолетовым цветом. И немного, конечно же, их растушевать на блестки. Тушевку я делаю примерно до середины подложки. В некоторых местах побольше, в некоторых местах поменьше, чтобы получился небольшой градиент. Далее я совершила очень большую ошибку, так как замешала розовый цвет с гелем и блестками. Это получился очень густой замес. Его максимально неудобно было выкладывать. Поэтому советую вам делать замес с базой, так как это будет в разы проще. Начинаю опиливать наш пирожочек. И также советую вам сначала выпилить все из-под низу хотя бы немного. И также опилить сверху фрезой, которой вы снимали покрытие. Потому что опиливать это очень сложно. Вот такая красота у меня пока получается. Но самое интересное это, конечно же, топ. Но перед топом я шлифую все бафиком. И решаю покрыть молочную подложку топом от Рунелл с блестками. Мне очень понравилось, как все это будет блестеть. Поэтому я так оставила. Тонкой кисточкой я распределяю все до линии улыбки. И начинаю перекрывать обычным топом. У меня обычный топ от Уна. Также я делаю это с небольшим выравниванием. Особенно на кончике. Выпиливаю изнаночку, покрываю ее топом. И промазываю ноготочки маслом. И вот такая красотища у нас получилась. Честно, я очень довольна результатом. Как вам? Напишите в комментариях. Считаю, для первого раза это очень достойный результат. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всех люблю.